Итак, если есть какие-то вопросы или комментарии по теме окончания или вступления в проповедь, или плана проповеди, потому что такой большой раздел мы уже заканчиваем, да? Можно вопрос такой исторический? А раньше в синагогах, когда евреи приходили в синагогу, значит, зачитывался текст Ветхого Завета. Были какие-то ли комментарии учителей по этому тексту, или они зачитывали, ну, читали какую-то книгу, да, или кусок из книги, говорили «Аминь» и всё. То есть мы говорили, что когда долго порой читаешь текст из Библии, это, ну, немножко уже наскучивает. А вот как в синагогах? Мне просто интересно. Ну, мы можем привести примеры из Евангелии. Помните, когда Христос зашёл в синагогу, в Луки 4 главе написано, когда ему подали список, вот он прочитал, потом отложил, потому что в храме служение было другим, там были, так сказать, литургические чтения, чтение каких-то отрывков, это другое совсем было. А в синагоге, по сути дела, они и служили, основной их целью было исследование писания, изучение писания, исследование ресницы. И они размышляли вслух? То есть речь шла не о том, что кто-то нужен, чтобы прочитать, там были люди, которые могут прочитать писания, но чтобы кто-то истолковал, ещё объяснил. Вот и апостол Павел пришёл, и он тоже что-то прочитал, там, из Ветхого Завета, обычно сначала читали в синагоге, вот, ну, Ветхий Завет читали, и потом начинали объяснять. Вот, поэтому было объяснение всегда проповедью. Ещё последний вопрос, если можно, я его задам кратко. Можно, да? Да-да-да. Вот у нас у русских христиан, у баптистов есть традиция говорить три, две, пару-четыре проповеди, вот, и, как обычно, проповедники, ну, вот, если, ну, я не хочу немножко к этому приезжать, ну, вот, в районных церквях, как обычно, они не соблюдают все эти пункты, то есть, ну, по моим наблюдениям, то есть, у них нет жестов, читают они много отрывок, нет примеров, они не зацепляют публику, вот, и, представляете, три таких проповеди, вот, я знаю, что, и тем более долгих, очень часто долго проповеди идут. В Америке, я знаю, там, в некоторых церквях часто одна только проповедь, и она, ну, то есть, ну, довольно, ну, там, 30 минут. А хорошо или это плохо, если сравнить, что лучше, если пришла паства, им сказали что-то, и они это запомнили, то есть, не три проповеди, а вот конкретно по какой-то теме сказали 20 минут, соблюдаю все эти пункты. Ну, представляете, какая будет проповедь, то есть, что лучше, как вы к этой традиции у нас относитесь? Ну, некоторые люди жалуются на пастырское служение, и говорят, есть, конечно, яркие проповедники, вот, а некоторые говорят, ну, если три проповедника, то хотя бы один из них скажет что-то хорошее, а так только один говорит одно и то же, говорит в одном стиле, и некоторые люди жалуются даже на такой стиль, то есть, наскучивает вопрос в том, насколько качественно то и другое. Если это одна проповедь действительно качественная, если проповедник говорит свежо, ярко, это хорошо, пусть будет одна большая проповедь. Если нет, может быть лучше три проповеди, но хотя бы одна из них скажет по сердцу человеку, или же один человек скажет по сердцу одному человеку, другой по сердцу другому. Разные стили для разных проповедников, например, одни люди любят эмоции, другие люди любят логику, проповедники разные, и проповедники отвечают запросам разных людей. Но на самом деле стиль, я думаю, что это в наших руках. Я понимаю, что во многих церквах старых наших, когда особенно начиналось евангельское движение на территории Российской империи, тогда не было профессиональных проповедников. И тогда просто братья брали и читали. Кто мог читать, кто мог изъяснять, то и делал. Точно так было в начале развития баптистского движения в Англии. Тогда обычно по 3-4 человека брали текст Писания, читали и изъясняли, и как говорят историки, изъясняли так долго, насколько это было возможно. Вот не так, как в деревне нас 15-18 минут. Это было по часу, по два. Это не было каким-то богослужением, это было общение. Нет, это было общение, но это было длительное изъяснение Писания. Это было как проповедь. Час могла быть проповедь. То есть не богослужение. Было еще дольше. Это было богослужение, но это было еще дольше, чем у нас сейчас. Для нас сейчас 2 часа это уже многовато. Но тогда по 3 часа, по 4 часа люди сидели и слушали. Поэтому здесь, наверное, надо практически исходить. Может быть в то время люди могли быть способны слушать, и тогда слушали по 3-4 часа. Некоторые братья исходят из того, что написано в Каринфеном, когда апостол Павел говорит, пусть говорят двое, много трое, то есть когда апостол Павел хочет порядок навести в собрании, он говорит, пусть говорят двое или уже трое, это уже многовато, и поэтому считают, что надо быть два проповедника или в крайнем случае три проповедника. Но здесь правила нет, поэтому я думаю, если люди не получают назидание от трех проповедников, получают одного, лучше сделать и поставить одного. Но надо найти такого проповедника. У нас боятся это делать сейчас, потому что это новое что-то. Я почему задал этот вопрос? Потому что иногда думаю, либо я недуховный, что мне порой уже какая-то злость появляется, либо он недуховный, что он так очень долго говорит. Спасибо. В данном случае наша задача молиться об этих проповедниках. И второе, самим проповедовать так, чтобы люди не страдали от нашей проповеди. Самим стараться проповедовать и учить. Конечно, формы можно менять. Я думаю, у нас многие церкви перешли на двухпроповедническое собрание. То есть первая проповедь вначале короткая, довольно таки, минут 10-12. И вторая проповедь уже минут 35-40. Но хорошая проповедь, подготовленная. Иногда они приглашают других проповедников из других церквей. Но люди действительно насыщаются. Такая золотая середина. Да. И насыщаются. Вот это мне нравится. В нашей церкви три проповеди. Ну, в целом, неплохо. Они затягивают, хорошо говорят. В целом, хорошие проповедники, разнообразие есть. И тоже есть свои плюсы, минусы. У меня вопрос по поводу... Я хотел просто уточнить по плану проповеди. Это берется определенный стих. И по этому стиху составляется тема. То есть на какая-то тема выбирается. Либо любовь, либо... Да-да-да. Вот. И составляется, ну, как минимум, три пункта. Да? Это самое меньшее. Да-да-да. Три пункта. Можно больше, но меньше нежелательно. Нет, нет, нет проблем. Нет. Это мы просто взяли такой текст, скажем, Иоанна 3.16, который логически поделен вот на три-четыре пункта. Потому что там так логично вот эти фразы заканчиваются. И отрезки мысли, поделенные вот в этом тексте. Ибо так возлюбил Бог мир, отдал Сына, чтобы имел жизнь вечную. Поэтому это зависит от текста. А в проповедник уже может вот эти подпункты строить вот эти ветки, ветви, все там применение там или еще что-то. От себя что-то в смысле... Конечно. Потом он уже наполняет и добавляет. Там из комментариев, из чего-то угодно. На первом возьмет текст блаженные плачущие, ибо они утешатся. Он может сделать два пункта. Первое там блаженные плачущие, второй пункт они утешатся. Или может расширить и сказать о разных видах плача. Плач о грехе своем, плач о грехе людей, плач в страданиях и переживаниях этого мира. И сказать о разных видах плача. И потом уже как бы в заключении утешение. Бог дает утешение плачу. Вот поэтому здесь многое зависит от текста. Вот может быть два пункта, может быть три пункта, четыре. Но просто больше уже усложнять там пять-шесть пунктов. Это уже, я думаю, в обычной проповеди это многовато уже было бы. Самый лучший вариант для проповедников, когда они готовятся написать хороший план и даже написать проповедь попытаться. Все, что можно, насколько это возможно, написать на листочке бумаги. Но для большинства проповедников лучше выходить на кафедру не с полностью написанным текстом проповеди, чтобы они не были привязаны и таким образом не теряли контакт с аудиторией. Вот надо смотреть на людей. 90% проповеди, по крайней мере, надо держать глазами зрительный контакт с людьми. Не смотреть в конспект. Выходить на кафедру с планом. Я опасаюсь тех проповедников, которые выходят совершенно без всяких бумажек. И часто они начинают блуждать. Есть способные братья, которые без всякой бумажки четко, ясно следуют какому-то плану. Есть. Но в большинстве случаев начинаются блуждания и неясность проповеди. Поэтому хорошо, если проповедник напишет всю проповедь, даже всю, если возможно. Но на кафедру возьмет маленький план проповеди, конспект. Основные тезисы. Несколько пунктов основной тезиса. И какие-то пометки о примерах, которые я хотел привести. Но пример не обязательно весь писать, но написать пример такой-то. И он рассказывает. План поможет ему сохранить цельность, ясность. План поможет ему вовремя закончить. План поможет ему не запутаться, не растеряться в случае чего. Вот этот лучший, наверное, самый метод проповеди. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok